ВИДЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ МОРСКИХ ПРОСТРАНСТВ ВИДЫ ПРОСТРАНСТВ Мы говорим о статусе морских пространств, но их несколько видов. И в каждом виде свои правила. А чтобы определить, какие правила действуют, надо определить, где это действует. Итак, представим себе условно, что корабль — это территория государства какого-то. Условно для себя представить. Что это не международное право, а это само государство. Кто может вспомнить, когда корабль становится, как называется, как можно обозначить словом, когда корабль — это территория какого-то государства? Экстерритория или экстерриториальность. Например, посольство за рубежом. Помните тему «Территория международного права»? Посольство за рубежом, корабль, когда плывет, по сути, это кусок, плывущий кусок государства флага. Ну, сейчас представим себе, что это не корабль, а территория государства. Например, это Россия. У России есть, вы знаете, морские пространства. То есть, выход к берегу. Это называется прибрежное государство. Государство, которое обладает выходом к берегу. Но международное право, Конвенция 1982 года, говорит о том, что даже если у страны нет выхода к берегу, она имеет право пользоваться морскими пространствами. Ну, вот, не знаю, байка, не байка, но вроде бы таких из источников я видел. Ну, солидных. У кого, то есть флот, у кого самый большой флот в мире? Первый я не помню, но второй меня поразило. На втором месте Монголия. Ну, кто помнит Монголию, она находится на суше, у нее нет выхода к морю, но на нее зарегистрировано столько кораблей, что у него второй торговый фронт. Ну, похоже, потому что, я знаю, будем говорить, так называемый удобный флаг, так иногда делается. Но, каждое государство имеет право выходить в море, там, с этими кораблями, флаги средовать и так далее. Итак, это прибрежное государство. Первое, что есть у России из, из воды. Это, так называемый, первый вид у нас будет называться внутренние воды. Внутренние воды. Что туда входит? Что входит во внутренние воды? Это, как бы, внутренние уже, давайте, в корабле. Первое, это воды портов. 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 Вот и порт. Ну, кто видел порт, то в Наградский порт, портом не гуляется. Ужас, да? Видите этот наш Наградский порт? Такая стенка и корабли вот там, для себя. Порт, он, да, должен быть, это такая бухта. Здесь маяк, эрегационные сооружения, стоят новые. И туда заходят корабли в безопасность. И здесь стоят причалы, их разгружают, сгружают. Так вот, вот это вот, все, что внутри акватория порта, это внутренние воды. Относится к внутреннему порту. Порт. Следующее, заливы. Заливы. Залив. Залив, это изрез берега. И вот все, что внутри залива, там есть определенные параметры, не будем вдаваться, что такое залив, потому что есть отличия залива и изреза берега. Но вот залив является внутренними водами государства. И третье, это изрез берега. Если берег очень сильно изрезанный, берутся самые отдаленные точки, соединяются. И все, что внутри изреза, это внутренние воды. Порт, залив, изрез. Это относится к внутреннему воду. Правой режим. Правой режим, то есть, что там? Ну, первое, что надо знать о правом режиме, это территория государства. Все, это железная территория государства. Это как вот здесь вот, территория России. Так вот вы плаваете, например, в акваторе, в порту не надо плавать. Плаваете в заливе. Легко. Все, это российская федерация. Ну, если вы в России плаваете. То есть, это железная, это территория внутренней территории России. Что это значит? Это значит, что там все юрисдикции действуют. Все юрисдикции, то есть, уголовные. Например, вы плаваете, застрелили кого-то. Плаваете, побили кого-то. Плаваете, деньги у кого-то за него. Все это будет под юрисдикцию подпадать грешного государства. Если вы заплыли в другое государство, в заливчик другого государства, вы подпадаете под юрисдикцию этого государства. Есть исключение из этих юрисдикций, связанное с портами. Есть так называемый открытый порт. Это порт, когда любой корабль может зайти. Есть порты закрытые. Это можно зайти только с разрешения. Идея такая. Давайте предположим на здравый смысл. Корабль зашел в какой наш порт? Кто знает, какой наш порт? Новороссийский. 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 Новороссийск. Да, хороший порт. Новороссийск, мол такой. Заходит корабль Турецкий. И турки там порезали друг друга на жах. Будет действовать наши законы на этот случай? Да, они на корабле. И там свои злуидные потом. Но это же их корабль. Их корабль. Но это значит, что они на своем государстве это совершили. Но они же порта наш. Порт наш, но это же их государство. Вышли бы, если бы с этого корабля, тогда бы уже наша юрисдикция была. А пока не на своем? На своем корабле. Какой-то мультик я вспомнил такой диснеевский, когда корабль такой взял, в ноги появляются и пошел. Коробовая, по-моему. Если корабль зайдет. Идея такая, что все-таки, если он зашел в порт, он теряет экстритариальность. Но это касается гражданского корабля. То есть, если там произойдет вот эта стычка, преступление, то преступление будет расследоваться и наказываться по законам, по нашим законам. По нашим законам. Кроме военных кораблей. Если военный корабль зайдет, он, у него железная экстритариальность. В любом случае. На него, он и заход там особый, да, просто так военные корабли не ходят. Чудо, да, не по приглашению. Но если он зашел, на его борту четкая экстритариальность того государственного флага, на котором он пройдет. То есть, общее правило. В порту законы прибрежного государства. А по военным это особенность. На практике бывает так, на сколько я знаю. Все-таки, если есть возможность не вмешаться, ну, например, там, мор по мобилю друг к другу, на траву, на турке, то в России, скорее всего, не вмешается. Но если уж капитан не позвонит и каких, я не знаю, и не позовет наших полицейских, скорее всего, там это все так вот. Устаканится. Да, так и завершится. Но если что-то, мы легко можем выйти и завалить. С нашим занятым. Это внутренние морские воды. Пожалуйста, какие вопросы? По внутренней морской воде. За, пожалуйста. То есть, километр протяженности до следующего года. Это установлено. Ну, порт, а вот сюда. То есть, порт, вот это гидротехнические сооружения заканчивается, проводя прямую между окончаниями. Вот это все внутри будет внутреннее. Про залив усложнение. Залив такой. Должно быть не более 25 морских милей. То есть, если вот здесь 25 морских милей, то весь будет залив. Если вот здесь, то здесь, то отсюда начинается. То есть, если здесь, то начинается отсюда. Здесь начинается отсюда. То есть, не более 25 морских милей. И там еще есть условия, чтобы залив не был мелким. Вот так вот это не залив. Вот это залив. Вот это залив. Это залив, да. Там по площади круга мерится. Вот это залив. И это залив. И это залив. Уже сомневаюсь, не сомневаюсь, не залив. Вот так. Я просто сам когда изучал формулы в море, я запутался. А сейчас объясню, как это работает. Есть какая-нибудь такая нейтральная территория, где не наша территория и не территория того государства? Наши территориальные. Мы будем сейчас в международной территории и ее большинство. Это самое большое. Открытое море. Давайте я там сразу разметку. Спасибо за этот вопрос. Сразу разметку. Всего есть три вида территорий. Территория государства приближающая со смешанным режимом и международная. Территория государства приближающая со смешанным режимом и международной территорией. То есть без действия реальной правилы. Мы сейчас говорим о первом деле. Это жесткое государство. А есть какие-то исключительные ситуации, когда не действуют в городе, в долине и на наши правила? Что такое случилось, что вы исключили из правил? Военные корабли не подходят? Нет, кроме. Кроме военных кораблей. Да, тогда глава государства. Например, прибыл глава государства на своей яхте небольшой. Да, эта яхта будет неприкосновена, потому что это глава государства. А если посоль на яхте? Посоль на яхте? Ну, тогда уже будет не только морское право, да. Тут стык уже с дипломатическими. Дипломатические помещения, транспортное средство, а корабль можно генетицировать как транспортное средство, является экстерриториалистом. И, значит, там ее тоже трогать нельзя. Посольскую яхту. Посоль на яхте. Можно определение экстерритории? Что это вообще такое? Ну, давайте посмотрим. Видите здесь какие-нибудь знакомые слова? Экс. Экс. Экс что значит? Не знаю. Экс бывшая, внешняя, ну что-то как бы. Как бы. Она и не она. Ну, была и не была. Ну, территория понятна, да? Вроде бы. Идея такая. Экстерритория – это территория, принадлежащая государству. Ну, это в контексте государства. Но находящаяся за его пределами. Например, корабль. Он, вроде бы, на его борту действуют законы государства, российский корабль. Российские законы. Но он не совсем наша территория. Экстерритория. Или посольство. Посольство, например, наше на территории Берлина. Там наши законы действуют. Никто не может зайти без нашего разрешения. Вроде бы, наша территория. Но, понятно, что она условная. Ну, еще кривой, как условная территория. Может быть, честно говоря, это условность. Украка, украинский, сколько местных. Иерога, украинский. На Homerу. Украинский. Иерога.